Всем привет! Вы на канале AzraelCode. Меня зовут Денис. И сегодня я буду говорить про API Мосбиржи. Это интерфейс, который предоставляет нам возможность получить информацию о ценных бумагах, торгуемых на московской бирже. В отличие от API брокера, с которым мы работаем, например, с тенеков инвестиций, Мосбиржа дает гораздо большую информацию. Такую информацию, которую через API брокера мы зачастую получить не можем. Самый простой пример такой ситуации, это когда мы хотим узнать о купонах, выплаченных и планируемых к выплате по облигации, например, через API Тенеков инвестиций, эту информацию до покупки получить нельзя. То есть можно узнать НКД, но невозможно узнать график выплат, объем выплат, сколько уже выплачено, ну и вот это все. Мы не можем узнать о дивидендах по акции через API Тенеков инвестиций, например, через API информационно-статистического сервера Мосбиржи. Эту информацию мы можем узнать до. Причем интерфейс API Мосбиржи предоставляется абсолютно бесплатно, даже авторизации никакой не нужно. То есть мы просто отправляем запросы и получаем необходимые нам данные. Надо лишь знать, как отправлять эти запросы. И в сегодняшнем видео я вам покажу, как можно отправлять эти запросы, как они формируются, что мы получаем в ответ. То есть это будет ознакомительное видео с работой API Мосбиржи. Я не уверен, что это интересно моим зрителям, потому что достаточно специфический продукт. Но давайте попробуем. Если вам эта история интересна и вы хотите продолжать знакомиться с API Мосбиржей вместе со мной, пишите об этом в комментариях, лайкайте, распространяйте видео. Если я увижу, что отдача будет повыше, чем, например, по инскрипту, то я продолжу снимать видосики. И, возможно, получится из этого что-то интересное. Про документацию. Документация у API Мосбиржи есть. Она есть в разных видах, к разным версиям. То есть есть такой PDF-ник, который можно скачать, который описывает о том, как, в принципе, можно формировать все эти запросы, что там более или менее в ответ получать. Есть вот такой вот референс, мануал, в котором есть некоторые описания эндпоинтов, с которыми мы можем работать, как эта структура выглядит. Но, к сожалению, во-первых, пока я разбирался со всем этим API, спасибо некоторым моим подписчикам, которые мне помогали разобраться с ним, тем людям, которые постили статьи на Хабре, в частности, я вложу ссылки в конце, ну, под видео. Вот. Проблема в том, что далеко не все эндпоинты, не все API достаточно хорошо описаны. Некоторые эндпоинты я вообще находил совершенно случайно в поиске или вот в гуглшицах людей, которые уже ранее эти эндпоинты каким-то образом нашли. И откуда люди узнали об этих эндпоинтах, вообще порой непонятно. То есть документация есть. То есть вот есть список с эндпоинтами, есть PDF-ник. Вот. Но у них не все. И не все из них достаточно понятно описаны. Вот. Поэтому сегодня я попробую рассказать о том, что я нашел. Естественно, я не расскажу сегодня и в ближайших видео, если они будут обо всех этих эндпоинтах. Не все они мне нужны. И, соответственно, не со всеми из них я буду разбираться. Их достаточно много. Но с основными разберемся. Но документация есть, но она не полная. Вот что я хочу сказать. То есть чтобы найти то, что нужно, порой приходится тупо гуглить. Ну и последнее в моем затянувшемся вступлении – это Postman. Мы в сегодняшнем видео и в последующих видео, если они будут, практически не будем ничего программировать. Для работы с API и Мосбиржей я буду использовать инструмент, который называется Postman. Postman – это такая штука, которая выросла из маленького плагина к Firefox, которая позволяет дебажить, отлаживать запросы копии. И не только копии. Из Postman удобно иногда готовиться к парсингу того или иного сайта, того или иного приложения. То есть это такая штука, которая позволяет сформировать запрос, передав ей аргументы в строку запроса, построить путь запроса. То есть, например, у API и Мосбиржи запрос строится не только через передачу параметров, но и в том числе путем формирования нужного URL-пути. И для того, чтобы это как-то автоматизировать, я использую, в частности, в Postman path variables. Не только query params, но и переменные пути. Кроме того, в Postman можно создавать примеры запросов и сохранять их. Можно использовать переменное окружение, тоже порой полезно. Можно организовывать все это API по папкам. Можно каждому endpoint писать какие-то свои примечания. И, что немаловажно, можно создавать публичные workspace, публичные коллекции, которыми можно будет делиться. В результате сегодняшнего видео я сформирую публичную коллекцию. Ссылку на нее выложу в описании под видео. Соответственно, вы сможете все те endpoint, которые я сегодня покажу, через эту коллекцию увидеть на сайте Postman. Через веб-версию ничего даже устанавливать не нужно. А если зарегистрируетесь в Postman, то сможете и запускать эту версию, эти endpoint от себя. Если по Postman нужно отдельное видео, опять же, напишите в комментах, что по Postman нужно. И я сделаю какое-то такое легкое обзорное видео, чтобы не слишком загружать вас этим Postman, а такое, чтобы научить им минимально пользоваться. Если нужно, напишите. Вот, я сделаю. В общем, хорошее вступление. Переходим конкретно к запросам. Что мы можем сделать, например, с помощью IPMOS биржи? Например, мы можем узнать список всех торгуемых на бирже бумаг. С помощью запроса ISS Securities XML мы можем отправить этот запрос. Убираем все галочки, убираем все лимиты. Просто вот такой вот простой запрос. Отправляем. Получаем ответ. В данном случае мы получаем ответ в виде XML, но мы можем отправить запрос в виде JSON, в виде CSV, в виде HTML. В ответе мы видим перечисление торгуемых ценных бумаг на Мосбирже, где у нас есть SECID. SECID это тикер по большому счету. Короткое имя ценной бумаги, длинное имя ценной бумаги и SIN. Торгуется ли она сейчас, ну и всякие разные другие параметры. То есть это просто перечисление бумаг, которые торгуются на Мосбирже в принципе. Их там достаточно много и все их можем получить. У запроса есть возможности по фильтрации. То есть в данном случае мы отобрали только бонды, облигации, то бишь. А могли бы отобрать там акции, ОФЗ, что угодно. Также мы можем использовать поиск. То есть, например, искать какие-то бумаги. Причем поиск не обязательно по тикеру. Мы можем просто по названию, например, искать. Не знаю, допустим, наберем Газпром. Ничего не нашли. Вот так вот, например. Соответственно, у этого запроса, как я сказал, мы можем отправлять его. Сейчас я отправил через XML и получал ответ в формате XML. Это удобно. Его многие, я вижу, используют при получении данных напрямую в Google Sheets. Некоторые получают данные в Excel. То есть в этом случае XML там легко, достаточно разбирается. Но мы можем получать в виде JSON. То есть мы просто здесь указываем расширение JSON. И получаем ответ в виде JSON. Мы можем указать здесь CSV. И получим ответ в виде CSV. CSV у нас, как вы знаете, легко импортируется также в Excel и Google Sheets. Ну, а либо можем получить в виде HTML. И сразу увидеть, как это все выглядит. То есть поддерживается, получается, 4 формата. При этом для CSV формата чуть больше настроек есть. То есть вот конкретно для CSVшника мы можем выбрать форматы времени, которые, например, в торгах мы будем получать, в том числе, время торгов. Соответственно, когда мы отправляем запрос без каких-либо параметров, у нас получается достаточно много данных. Объем ответа может быть достаточно большой. Здесь 49 килобайт. И это просто не нужно зачастую. Мы можем использовать аргументы запроса для ограничения количества выводимой информации. Например, нас интересует в этом запросе только колонка SECID и, допустим, имя. Соответственно, мы формируем вот такой вот запрос и отправляем. И в ответ получаем две колонки SECID и NAME. Это удобно порой. Особенно, когда вы импортируете эти данные в Excel или в Google Sheet, где у вас, опять же, есть ограничения по объему запроса. Кроме того, здесь вот есть такой вот блок метадата. Его тоже можно убирать вот таким вот образом, формируя вот такой вот запрос. То есть выбираем колонки, используя ID блока с данными SECID в данном случае. И вот здесь вот у нас есть аргумент в данном случае SECID и здесь через запятую колонки, которые нам нужны. Все это описано вот здесь вот в инструкции к API. То есть здесь вот про отключение-включение метаданных, для включения-выключения колонок. Вот. И тут есть еще некоторые настройки. Конечно, сформированные запросы не обязательно вводить в Postman. Можно его просто скопировать и открыть прямо в браузере. И вот точно так же вы увидите. Точно так же вы можете загрузить его в любом языке программирования, которое имеет работа с 6TP-запросами в Python и через Request. Вы легко можете прочитать эту страницу. И повторюсь, это запросы без какой-либо авторизации. Они бесплатные. Нам не нужно ничего авторизовывать. Из любого приложения мы отправляем запрос и получаем ответ. Я не сталкивался с какими-либо ограничениями по количеству запросов, но подозреваю, они какие-то есть. Принцип формирования запросов у всех хендпоинтов одинаковый. То есть некоторые аргументы похожие... То есть, например, ESS Meta On-Off отключается у любого хендпоинта в API Мосбирже. Вы можете его использовать с любым запросом. Будь это получение списка торгуемых бумаг, получение спецификации инструмента, дивиденды, купоны и так далее. Принцип получения нужных колонок точно такой же. То есть у нас в любом запросе есть блок с нужными нам данными. В данном случае Securities. И мы всегда можем обратиться к этому блоку с точки Columns и выбрать те колонки, которые нам нужны. Кроме того, во многих запросах есть то, что называется погенация. У нас есть аргументы Start и Limit. И в этом случае мы можем ограничивать количество данных, получаемых за один запрос. То есть в данном случае мы получим всего лишь 10 строчек. 10 строчек. А с помощью аргумента Start выбирать, с какой строчки нам получить эти данные. То есть это просто погенация. И это опять же работает во всех запросах, во всех запросах, в эндпоинтах API Мосбиржи. Вот. То есть это эндпоинт для получения списка торгуемых бумаг. Еще интересно, здесь есть фильтрация бумаг по типу, по группе. Здесь у меня есть Description, здесь есть подсказки. Давайте используем, допустим, Common Shares. По-моему, так. Сейчас я расскажу, где брать вот эти типы. Типы и группы для группировки списка у нас можно узнать с помощью запроса ESS Security Types. Описание. То есть просто отправляем такой запрос без каких-либо параметров. И получим справочник по этим запросам. То есть здесь мы можем группировать по типу бумаг и по группе бумаг. Такая как бы два разных способа фильтрации и группирования ценных бумаг. То есть если нам нужны типы, отправляем такой запрос. И вот здесь вот у нас есть тип Common Share. Да, не шарс, а так вот. И в ответ мы получаем только акции. А если мы возьмем тип, допустим, ОФЗ Бонд, то получим при фильтрации только ОФЗ. То есть зачем это нужно? Например, мы хотим ОФЗ, выпущенные, ну, например, в Казахстане. Ну вот. И то есть мы получили таким простым запросом список ОФЗ-шек, выпущенных казахстанским правительством. Кто там у них выпускает? Министерство связи. Тоже так же можем сделать, например, там Беларусь. Республика Беларусь. Вот. То есть белорусские ОФЗ-шки, которые мы выпустили. То есть мы узнаем с помощью этого запроса типы, а здесь с помощью полученных типов узнаем, собственно, эти бумаги, которые нам нужны. Вот. Прежде чем показать другие запросы, хочу, чтобы вы открыли референс по ОФЗ-шке и посмотрели на него. Если вы просто в лоб промотаете эту ОФЗ-шку, вы увидите, что большинство эндпоинтов формируется по одной схеме. У нас есть URL, по которому мы отправляем запрос с помощью, в данном случае, постмана, в который мы должны указать Engine, Market и Board Group. В некоторых случаях еще Security. Это что-то вроде ресурсов, которые мы обязаны передать в запрос. И исходя из этих ресурсов, параметра запроса, и формируется нужный нам запрос, и мы получаем нужный нам ответ. О чем это говорит? То есть, допустим, мы хотим получить какую-то информацию об акции. То есть, мы должны знать, на каком рынке эта акция торгуется. Нам нужно знать, к какому режиму торгов эта акция относится, и при этом, что, допустим, некоторые ценные бумаги могут торговаться в разных режимах торгов. В некоторых случаях мы должны передать точный тикер ценной бумаги, о которой мы хотим получить информацию. На Мосбирже тикер это SecID, SecurityID. Вот, то есть, у нас есть 4 основных ресурса, которые мы должны понимать, где взять, и как передать. У нас есть Engine, Market, Board Group и Security. Не всегда они нужны все, не всегда нужны некоторые из них, но принцип формирования запроса везде одинаковый. Engine, Market, Security в данном случае. Здесь достаточно Engine и Marketa. Здесь достаточно Engine и Market, Board и Security, чтобы отправить этот запрос. В некоторых случаях можно отправить запрос на только Engine и с помощью аргументов отсортировать нужные нам бумаги. Но это не всегда удобно, потому что отправляется более тяжелый запрос. Вот, где брать вот эти ресурсы? Как узнать, что указывать вот в этих вот квадратных скобочках? Security это просто SecID нашей ценной бумаги, акции, облигации, фьючерсы или чего-либо еще. SecID это тикер. Если вы его знаете, вы его просто сюда указываете. То есть, на примере, когда мы получали список торгуемых бумаг, то SecID, вот он он. То есть, мы берем вот этот вот SecID и подставляем вот в эти квадратные скобочки. Квадратные скобочки не нужны. То есть, просто подставляем после слэша SecID сюда. И вот это наша Security. Вот. Если вы на тот же самый запрос посмотрите, то у нас здесь будет блок, который называется Primary Board ID. Вот такой вот он, четырехсимвольный айдишник. Board ID. Board ID это режим торгов. То есть, у нас ценные бумаги могут торговаться с разными режимами торгов. На Мосбирже, на Мосбирже это Т плюс один, по-моему, или Т плюс два. Не помню. Вот. В API каждый режим обозначается четырехсимвольным идентификатором. И мы должны передать этот идентификатор в поле запроса там, где у нас написано Board. То есть, вместо Board мы должны, то есть, если мы возьмем вот этот запрос, к примеру, получить данные по указанному инструменту, то есть здесь мы в Security должны передать SecID, а Board должны передать нужный Board. Вот. То есть, в некоторых запросах, вот, например, здесь вот можно будет смотреть. Смотрите, вот это вот у нас ОФЗ. ОФЗ-школа у нас торгуются в разных режимах торгов. То есть, трипо есть всякие, внебиржевые сделки и всякое разное. Вот. Соответственно, в разных режимах торгов могут быть разные данные, которые мы можем получить. Вот. Но при этом у каждой бумаги есть так называемый Primary Board ID, основной режим торгов. Когда мы запрашиваем спецификацию инструмента, мы вот есть такой вот параметр из Primary Board ID. Вот. А в этом запросе Primary Board ID передается в единичном экземпляре, так сказать. То есть, мы берем вот этот вот Board ID, подставляем вместо вот этого квадратных скобок, и вот у нас уже вот эта часть запроса сформирована. То есть, у нас остался Engine и Market узнать, где узнать о них. Engines – это доступные торговые системы. Список их можно узнать, передав вот такой запрос. SS Engines. Никаких аргументов, параметров здесь не нужно. Получаем такой список. Ну, я думаю, вам уже тут все понятно. Я в основном работаю со стоком и из Currency. Вот. Фьючеры и все такое остальное я обычно не использую. То есть, если я хочу узнать информацию о ценной бумаге, я беру, например, сток. И подставляю этот сток вот сюда. И осталось последнее, что узнать. То есть, со стороны бумаги мы узнали вот эти два параметра. Со стороны торговой системы мы узнали этот параметр. Теперь нужно узнать вот этот параметр. Параметр Market. У нас есть такой вот запрос, в котором мы должны подставить Engine, торговая система, с которой мы работаем. По умолчанию работаю со стоком, с фондовым рынком. То есть, я сюда подставил сток, фондовый рынок, отправил нажать и получил список. Список рынков на фондовом рынке, которым я могу получить информацию. То есть, у нас есть Shares, акции, bonds, облигации. Это вот, на самом деле, то, с чем я, в общем-то, только и работаю. Остальное мне неинтересно. Но также здесь есть индексы, депозиты, там, repo и еще что-то. Возможно, вам это нужно, мне это не нужно. То есть, например, если я хочу получить информацию о облигации, я беру Market Bonds, возвращаюсь сюда, и вместо Market подставляю Bonds. И вот, то есть, со стороны бумаги мы узнали эту информацию. Здесь мы сток узнали, фондовый рынок. И здесь мы узнали, что нам Market облигаций, bonds, нужен. И вот у нас запрос сформирован. Подставляем к нему базу из вот такого вот домена и получаем запрос. Например, мы хотим узнать спецификацию конкретного инструмента. Хотя, наверное, это не очень интересный запрос. Давайте посмотрим другой. Например, данные по конкретному документу. У меня есть описание. Нет, здесь нет описания. Ну, хорошо. Смотрите, данные по указанному инструменту в выбранном режиме торгов. То есть, я выбрал фондовый рынок, акции, режим торгов в ТКБР. Это, по-моему, как раз Т плюс 2. И всякой ID тикер ВТБР. Направляю запрос. То есть, вот эти 4 параметра, о которых мы с вами и говорили. Раз, два, три, четыре. Сформировали нужный мне запрос. В ответе, соответственно, я получил некоторые данные, которые искал. Цена открытия, минимальная цена, максимальная цена и так далее. Я сейчас это видео пишу в субботу, поэтому последняя запись получается ночная. Текущих сейчас торгов никаких нету, поэтому здесь старые данные. Но таким образом мы получили вот эту конкретную информацию. То есть, мы могли бы запросить информацию по акциям, по облигациям, по корпоративным. То есть, здесь я выбрал Engine Stock, Market Bonds, облигации и режим торгов, который я получил, когда запросил облигации с помощью списка торгуемых бумаг. То есть, я отобрал вот эту бумагу и теперь я получил по ней информацию. Что касается конкретно этого запроса, когда мы получаем информацию по указанному инструменту в выбранном режиме торгов, то в зависимости от типа инструмента, конечно, информация возвращаемая может отличаться. Для акции одна информация, для облигации другая информация, для ОФЗ-шек там тоже какая-то может быть другая информация. Ну и для фьючерсов и так далее, естественно, тоже будет отличаться. Вот, конкретно разбирать ответ я сегодня не буду. Если мы с вами продолжим, то мы пробежимся по всем основным запросам, короткими видео. Вот, а сегодня, повторюсь, обзорное просто видео показать, что тут может быть, как это все устроено. А конкретные запросы, конкретные endpoints будем разбирать, если будем продолжать. Если вам интересно, пишите запросы, которые вам интересны, информацию, которую вы хотите получить. И, возможно, я просто сформирую серию коротких видео по каждому запросу. И посмотрим, что там в ответ будем получать. Вот, то есть, что еще нам доступно? Мы можем получить с помощью API Мосгиржи, например, информацию о дивидендах, вот таким вот запросам, где мы передаем аргумент всякой ID бумаги и получаем в ответ, вот так вот сделаем, будет удобнее, вот, то есть, получаем ответ, когда у нас был реестр закрыт, то есть, информация о дивидендах, выплаченных за всю историю торговли бумаги на текущий момент, до текущего момента с указанием валюты дивиденда. То же самое можем получить про купоны, вот. Соответственно, видите, здесь есть, например, лишняя для нас информация. Мы можем здесь взять SS MetaOff, сократим запросы ненужные, вот. Вот, допустим, для амортизейшн, а, зачем нам амортизейшн, допустим, купонс. И тут, допустим, нас интересует только issue value и coupon date, например. Вот так вот. Ну, мы сократили запрос. То есть, мы можем получить информацию по купонам. Мы можем получать историческую информацию за определенные даты. Да, то есть, по торговле. Вот. Ну, и какую-то историческую информацию по бумаге на определенный период времени. Вот. Конечно, возможности у API Мосбиржи достаточно много. Вот. И сегодняшние API-ки я там рассмотрел недостаточно подробно. Вот. Особенно формата ответов. Тут много чего можно разбирать, пообсуждать. Вот. Но на первое время, думаю, достаточно. Задавайте вопросы, предлагайте идеи для следующих видео. Что лучше разобрать, побольше разобрать, а что там опустить, допустим, нужно. Вот. И посмотрим. Если это видео наберет хотя бы там 500 просмотров, то мы продолжим дальше про API Мосбиржи. Вот. Ну, в любом случае, надеюсь, в качестве введения этого видео выглядит достаточно неплохо, как мне кажется. Вот. Надеюсь, я вам чем-то помог. Вот. Лайки-дислайки. Вы знаете, что делать. До новых встреч.